Добрый день! Амаль – 5 миллиардов белорусских рублев. Минавито столько, каштуюсь 12 новых машин худкомедицинской допомоги. У День города яны пополнили парк гомельской спецтехники. Почас урочистой церемонии передачи новых машин присутным нагадываются исторические факты. В 1919 году у Гомеля были всего 4 урочей и столько же медсестер, которые обслуговывали граждан на конных экипажах. Сегодня в областном центре «Каля» 50 бригады худкомедицинской допомоги, которые что год оказывают допомогу больше 200 тысячам хворых и потерпелых. При этом за прошлые 5 годов техничный парк обновился на 80%. Новые машины не только больше маневренные, но и позволяют оказывать допомогу непосредственно подчас перевозки. Они специально переоборудованы для оказания экстренной неотложной помощи во время движения. Учитывая, что у нас есть как кислородное, так и другое оборудование для реанимации, здесь подготовлены места для крепления, где оно устанавливается и во время движения позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Новые брендовые места отпочинку, минавито так, у Гомеля уже называют набережную Ракисош. Идея гэтага проекта у першыню агочывалась еще 30 годов тому, але реализоваться ее у полном объеме трымалась только зараз. Причем опошний участок у 548 метров зарабили у рекордные термины, усяго за три месяцы. Для того, как захавать необходную последовуюсь будовничьо-монтажных работ, працавали навод ночью. Аб масштабах зарубленного можно мерковать по таких лечбах. Освоено 40 миллиардов рублев, укладено 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и полторы тысячи квадратных метров асфальту. На 15 тысячах квадратных метров проведено озеленение территории. Притягивая увагу и композиция маяк с 48 светильного розной вышины, сегодня у вечера и на стане одним из головных элементов запланованного на набережной светлового шоу. До речи, как зарубить отпочинок гамильчан и гостей города больше комфортным. О перспективе тут плануется открытие еще и мини-гостиницы с кафе и рестораном. Инвесторам пропануть участок, где ранее размещалась веселярная база. Али уже сегодня гамильчане поравновать с тем, что было, и робить однозначный вывод – набережное стане еще одной городской славутостью. Это было футбольное поле какое-то, травы, бумаг и неизвестно что. То сейчас очень красиво, и я считаю, что правильно сделал город, что сделал такую набережную. Сюда можно теперь выходить с детьми, провести свободное время свое. И очень хорошо отдохнуть здесь. Олег Сенчуров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». На первые дни дня города в Гомеле запущены новый маршрут громадского транспорта. Рейсовый автобус свяжет молодые и перспективные жилые массивы с центра. Такий подарунок отримали же горы 18, 19 и 21 микрорайонов. Светками подеи стали и наши корреспонденты. Автобус номер 27, перший рейсовый транспорт на новой шестиполосной автодорозе. Свой подшаток, Йонберы на вокзале, рухается просплощу Ленина и Мельника Улух. Финишной промойз является автодорога «Усходний обход». У салона житявляется бесплатная раздача Wi-Fi. По коль на этом маршруте только два автобусы. Але у худким часе будет проведен анализ пассажиропотоку и отбудется корректировка раскладу. Появилось четыре остановочных пункта, каждый по одной стороне движения. В направлении города остановки называются улица Бородина, 72-я школа, 19-й микрорайон и бульвар газеты «Гомельская правда». В направлении улицы Хатаевича на улицу Каменщикова остановки называются 18-й микрорайон. Храм святителя Николая Чудотворца, 19-й микрорайон и улица Бородина. Право житявлять пассажирские перевозки отримал автобусный парк номер 6. Новый маршрут сможет разгрузить центральную участку города. У целом для этого робятся и иншие кроки. По ширине улицы и по величине колькости парковочных мест. На чарзере конструкция улиц Кожара и Подгорной. Вообще очень благодарна нашему руководству, что наш город процветает, что открываются новые маршруты, новые объекты. И вообще наш город очень красивый. Приезжают люди, есть чем позавидовать. Я горда за то, что я здесь живу, в этом городе. Зараз у лады города разглядают пытания об организации транспортной совести в 59-м микрорайоне. А кроме того, будучи махчима продолжение маршрута в 94-м и 92-м до микрорайона «Хутор» и организация работы рейсового транспорта в бок «Червоного маяка». Ганна Ковалева, Александр Токаро, телерадиокомпания «Гомель». Махчима извернуться до керавництва региона знову проставиться у наступную суботу. Завтра у Беларуси протягнуть работу промыть телефонной линии органу выканавчей улады. У нашем регионе на пытание грамадян будзе отказывать намесник старшини Гомельского абл выканкама Олег Михайлович Пачынак. Нумер телефона 75-12-37. Званки проймаются с 9 до 12 годин. У гэты шасу Гомельским гар выканками промыльнию проведе намесник старшини Сергей Яуенович Андреев. Звернуться можно по номеру телефона 75-63-33. Промыль линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы конкамах. У Гомеля в рамках республиканской акции «Мы разом» пройшел галоконцерт «Зорок беларуской эстрады». Головной особливостью программы стал промыл дел глядашоу, які имели махчимость выконывать песни разом с любимыми артыстами. Подробязности падею в наступном сюжете. Масштаб галоконцерта очувался задолго до его початку. Обстреляване сцены перевозят целый караван с 10 автомобильных фур, а монтаж займае неколькі дзён. Отмосфера напруженняй суладной працы пановала и подчас репетиции. Конечно, это очень сложные технические концерты по оснащению сцен, комплексов, количество приехавших артистов, людей задействованных в организации этого мероприятия. Но я вам хочу сказать, что самое теплое – это то, что люди с большим желанием собираются, это делают, потому что это наше родное, белорусское, это главное. Идея акции, которая проводится во всех областных центрах, не просто ладит шоу, а лейду лучать глядачу. Для этого сами артисты на сцене и техничный персонал за ее межами мкнулися досягнуть гармонии светла и гуку, музыки, слов и уластных рухов. Безусловно, это не рядовой концерт, это акция, акция «Мы вместе», и благодаря телеканалу ОНТ сегодняшний концерт объединяет не только творческих людей, творческие натуры, но и, например, сегодня жителей Гомеля. Идея безумно реализована на славу, пустых местцев на трибунах не было. Перед початком программы был показан презентационный ролик об нашем регионе. Глядачу и удельников витал кераунник в области Владимир Дворник. Он сказал про каштоуности, актуальные назаужды стабильность и мир, упылненность в завтрашнем дни. Сам же концерт больше нагадывал грандиозные караоке, а маль 3000 гомельчан выконывали вядомые песни разом с артистами. Для тех, кто не ведал слов, радки песнь адлюстровывались на экранах, а выбухи эмоций после кожного шлягера, як быцам яшчы раз нагадывали про галуны, про то, что усе мы саправды разом. Руслан Пролясковский, Олесю Рудзянкова, Александр Александрунец, Александр Токаров, Телерадиокампания «Гомель». Глядзите сегодня на телеканале «Беларусь-2» шарговый выпуск программы «Экология Гомельшины». Это суместный проект Телерадиокампании «Гомель» и областного комитета природных ресурсов и охованного кольного асяродзя. У центра уваги у дельников сегодняшней встречи – вода. У реках и озерах – скрана. Гости студии расскажут про запасы этого природного ресурса на «Гомельшине», про меры по его беражливым выкрыстанне и про якость воды. Так само выпуску отказано питание глядашоу и комментарии экспертов. Природой в Белоруссии нам дано такое богатство, как вода. И у нас его много. И надо быть рачительными хозяевами, использовать его не расточительно, а только по существу. Экономить воду. И экономить воду и заботиться о будущем нашей страны. После нас осталась чистая вода, незамусоренные берега, чтобы будущие поколения могли прийти на тот же СОЖ, Днепр, отдохнуть и насладиться прекрасными видами, которые мы видели. И в вашей передаче всегда мы можем наблюдать в Белоруссии. Глядите программу «Экология Гомельшин» сегодня у 17.50 на телеканале «Беларусь-2». Новины регионы, информацию о проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.